Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. Мы продолжаем для вас работу в режиме самоизоляции. И сегодня мы хотели бы поговорить о состоянии российских больниц. С нами сейчас на связи гражданский активист из Костромской области, руководитель штаба Алексея Навального, Александр Зыков. Здравствуйте, Александр. Приветствую, Андрей. Ты недавно написал статью на сайте «Горизонтальная Россия», «7 на 7», в которой разместил фотографии из больницы, по-моему, городской больницы города Костромы. Скажи, что это действительно соответствует все? Что это за лестница, которая там публикована? Вот расскажи. Ну, смотри, в общем, я попал в городскую больницу в несколько плохом состоянии. Меня увезли с подозрением на менингит. К счастью, к великому, к счастью, это не оправдалось. И когда мы туда приехали, первым делом меня обследовали. Когда меня обследовали, водили по приемным. В принципе, фасад был достаточно благовидный. Далее мне сказали, что необходимо будет пройти госпитализацию, чтобы избежать дальнейших проблем со здоровьем. И после того, как я попал в отделение уже непосредственно больницы, которая, кстати говоря, закрыта на карантин, но я был вне зоны досягаемости коронавирусных больных и всего остального, я увидел какую-то ужасающую картину. С одной стороны, она просто плохая, с другой стороны, она катастрофическая. Потому что я лежал в лор-отделении. Во-первых, какие-то абсолютно ужасные условия, антисанитария царит в коридорах больницы сама по себе. Там действительно растет грибок и плесень на стенах. Это меня просто поразило. Я, честно говоря, человек, который ни разу в больнице не лежал. И вот это был мой такой первый опыт. Меня это поразило до глубины души. Я сразу же решил каким-то образом придать это огласке. Возможно, выйти на главврача, пообщаться с ним, сказать, а в чем проблемы заключаются с медицинским здравоохранением. Может, вам денег не выделяют, чего-то остального. Когда я обратился к медсестрам, которые там работают, они мне рассказали отличную историю. Говорят, что помимо того, что вы видите на стенах, помимо того, что вы наблюдаете, в принципе, здесь в лор-отделении, у нас еще также имеются некоторые проблемы со средствами индивидуальной защиты. И рассказали, что вот с момента карантина, с момента, когда началась вся эта история с коронавирусом, нам перестали выделять средства для мытья полов, для дезинфекции помещений и всего остального. Они мне рассказали, что они все это покупают за свой счет. И тогда меня это вообще просто сильно возмутило. И меня одна девочка узнала, там была с другого отделения. Я лежал в лор-отделение, она лежала чуть повыше. И она рассказала мне, что у них еще все хуже. И в итоге прислала мне фотографии еще и с верхнего этажа. И оказалось, что ситуация не только в каком-то отдельно взятом лор-отделении обстоит так, как я зафотографировал, выставил в интернет, она еще касается и всей остальной больницы, где другие пациенты лежат. Что творится в карантинной зоне, где лежат больные с коронавирусом, мне даже сложно представить, честно говоря. Потому что у них-то, наверное, все еще хуже. Ситуация заключается в том, что помимо грибка на стенах, которая негативно влияет на здоровье, там плесени вот этой антисанитарии, которая там царит, там вдобавок ко всему не хватает средств индивидуальной защиты именно врачам. То есть фактически они находятся под опасностью. И фактически они вынуждены закупать за свои средства маски. Они покупают за свои средства с их слов, которыми дезинфицируют помещение, обтирают подоконники и гели, которыми обрабатывают руки свои, в том числе перчатки. Ну и, конечно же, после моих неоднократных обращений, ситуация несколько подулучшилась, потому что вот после публикации статей, насколько я понимаю, главный врач заботился тем, чтобы все-таки выдать какие-то средства врачам, которые там работают. Но, к сожалению, больше со мной медсестры и врачи разговаривать по поводу средств индивидуальной защиты и по поводу состояния больницы не стали. Видимо, им как-то запретили это. Ну, конечно же, запретили. И, Александр, ты куда-нибудь отправлял жалобы на это все безобразие, что происходит в больнице? Официально запросы? Да, конечно. Вот совершенно недавно я направил жалобы в Минздрав. По-моему, это было как раз 2-3 дня назад. Ответа я пока что не получил. Но у них есть месяц на ответ. Я, честно говоря, не думаю, что это принесет какой-то результат, потому что Департамент здравоохранения Костромской области, ну, это те еще безобразные люди, которых мы все знаем. Я думаю, что ты тоже с ними сталкивался. Я не думаю, что стоит надеяться на них. Тут помогает только огласка. Но я вместе с тобой как бы усилил это все. Я тоже направил. Когда увидел эту публикацию на портале «Горизонтальная Россия», я это написал и в Роспотребнадзор, потому что это абсолютно антисанитария, и в Росздравнадзор, да, и в прокуратуру. Ну, я тоже ответов пока не дождался, но будем ждать и надеяться. Но я просто хотел уточнить. Это вот действительно вот эти пролеты, лестницы. Там люди ходят, и на них это все сыплется, и все это созерцают. Это не то, что какой-то запасной выход, там запасные какие-то, нет? Нет, смотри, вот что касается коридоров и лестниц, это вот непосредственно этажи. То есть, допустим, там на первом этаже находится лор-отделение, на втором этаже находится другое отделение, на третьем там какое-то дополнительное отделение. Естественно, поскольку приходится там больным перемещаться по больнице для того, чтобы делать себе рентгены, ну, ходить на рентгены там, для каких-то процедур ходить по больнице. Они вдыхают этот самый грибок и всю эту плесень, и все это их касается непосредственно. А что касается вот этих вот пролетов и всего остального, там же ходят точно так же и больные, и врачи на процедуры, ну, урологического характера, какого-то лор-характера. То есть все это не какие-то пожарные запасные выходы, которые ты никогда не увидишь, если специально туда не полезешь. Это действительно помещение больницы, по которым ходят больные и врачи. А вот эти фотографии кровати, там где под матрасом лежат коробки картонные, это что, действительно так? Ну, это, видимо, какое-то новшество именно этой больницы. Я с таким тоже, честно говоря, не встречался. Я вот в 2019-2018 году провел 65 суток под арестами в спецприемниках. И там, честно говоря, кровати были действительно получше. По крайней мере, коробок я там не встречал точно. Эти коробки, как я понимаю, необходимы для того, чтобы больные не проваливались, когда они на кроватях лежат. У меня на кровати коробки такой не было. Но вот девочка, которая меня узнала, она прислала мне фотографии, у нее такие коробки действительно были. И плюс ко всему, ты сам видел, я думаю, матрасы, на которых лежат больные. У меня ощущение, что эти матрасы именно из спецприемника Костромы привезли. Такое ощущение, что на этих матрасах раньше лежали люди, которые являются частыми посетителями спецприемника, какие-нибудь антициальные элементы, любящие выпивать и все остальное. И такое ощущение, что эти матрасы привезли именно из-под них. Ну, судя вообще по тем фотографиям, которые ты выложил, такое ощущение, что в этой больнице ремонт делали, наверное, что только при советской власти. И лет 30-40 там ремонта вообще не было. Ну, как ты думаешь, почему вот люди, которые попадают в больницы, видят все это жуть и безобразие? Почему они из года в год продолжают выбирать единую Россию? Вот сейчас тоже планируется провести выборы в Костромской области, в сентябре, если их не перенесут. Как ты думаешь, это как-то повлияет на рейтинг губернатора Единой России? Ну, не думаю, что прям повлияет на рейтинг губернатора публикация Костромской области в больнице, потому что я не единственный. Да, нет, не твоя публикация. Люди-то вот это видят, каждый день приходят. Неужели у них как бы нет сопоставления, что вот мы такую власть выбираем, вот такие у нас больницы? Из общения с пациентами, которые лежали там со мной в одном отделении, в одной палате, я понимаю, что отношение к Единой России и к губернатору Ситнику, к губернатору Костромской области, оно в целом негативное. Вся та картинка медийную, которую преподносят ресурсы, подконтрольные как раз-таки администрацию губернатора Костромской области, это абсолютно фикция и ложь. На самом деле, Единую Россию поддерживает, может быть, там, 2-5% Костромской области. Просто проблема в том, что у Единой России есть административный ресурс, административный и медийный ресурс применять для того, чтобы обеспечивать себе явку необходимую на выборах и побеждать на этих выборах. Вот умное голосование, кстати говоря, которое мы здесь активно пропагандируем и к которому мы агитируем всех присоединяться, оно как раз-таки направлено на том, чтобы победить вот этот административный и медийный ресурс, который сейчас есть у губернатора Костромской области, в частности, у Единой России в Костромской области. И благодаря умному голосованию можно преодолеть вот это вот их административное и медийное воздействие на выборы. А вообще смотришь ли ты те новостные программы, которые показывают на государственном телевидении в Костромской области? Насколько вообще ты удовлетворен освещением вот этой ситуации коронавируса в Костромской области? Насколько СМИ правдивы, да? Ну, относительно того, что касается случаев выявленных заражения коронавирусом в Костромской области, я понимаю точно, что это неправда. Во-первых, потому что я сам с этим столкнулся. Когда я пытался провериться на коронавирус, когда я болел пневмонией, меня отказались проверять за исключением одного единственного случая. У меня взяли анализ, когда поднялась шумиха. Действительно взяли анализ, он оказался отрицательным. Но, как мы все знаем, одного анализа на коронавирус недостаточно. Их необходимо минимум три, лучше четыре-пять. Один раз взяли у меня, дополнительно отказались. Но, тем не менее, у меня была пневмония. Я себя достаточно плохо чувствовал, и я был в лежачем состоянии. В больницу меня никто не отвозил. И дополнительных анализов тестирования на коронавирус у меня не было. О чем это говорит? О том, что они борются за статистику заявку. О том, что губернатору Костромской области очень невыгодно говорить реальную правду о состоянии с коронавирусом в Костромской области, поскольку в дальнейшем он будет баллотироваться на выборах. И он не хочет негативной привязки к себе непосредственно перед выборами. Есть ли уже какое-то понимание, кого штаб Алексея Навального будет поддерживать на выборах Костромской области? Есть понимание, кого мы будем поддерживать, с кем мы коммуницируем. Я тебе, к сожалению, сейчас сказать не могу. Но в любом случае какие-то там итоговые списки, какое-то окончательное понимание будет только непосредственно перед выборами, поскольку мы всегда опираемся прежде всего на социологические опросы. Если социологические опросы показывают, что есть человек, действительно сильный кандидат по какому-то округу, у которого есть все шансы победить кандидата от «Единой России», значит, мы поддерживаем его, несмотря на то, что он нравится нам или не нравится. А рейтинг узнаваемости Алексея Навального в Костромской области, он как-то замерялся кем-то или нет? Ну, мне о таком ничего не известно. Я думаю, что в принципе в этом нет никакой надобности, зачем нам измерять рейтинг Алексея Навального. Он сейчас на выборы не идет, особенно в Костромской области. Вроде не собирается. Имеется в виду, насколько это популярно будет, там тоже умное голосование среди жителей и так далее, насколько это прислушиваются к мнению? Люди активно регистрируются на сайте умного голосования, но это основной показатель. Есть ли какие-то данные, сколько из Костромской области зарегистрировалось человек? Я тебе, к сожалению, сейчас не могу их назвать. Одна причина, точные цифры я сейчас не помню, а вторая причина, пускай это является некой тайной для того, чтобы мы смогли наиболее острый удар нанести по «Единой России» непосредственно перед выборами. Александр, а как вообще твое сейчас здоровье, как самочувствие, смогли ли тебя вылечить? Ну, вот, к сожалению, Андрей, я очень сильно грущу. Мне сейчас приходится действительно проходить лечение. У меня выявились некоторые проблемы со здоровьем, в том числе с легкими после пневмонии. И, ну, я сейчас болею. Надеюсь, что болезнь не будет продолжительной, потому что я очень сильно огорчен тем, что я трачу время на лечение, заместо того, чтобы тратить его на работу. Александр, мы желаем крепкого здоровья, скорейшего выздоровления. И такие люди, как вы, безусловно, нужны гражданскому обществу. Спасибо. Спасибо, Андрей. Не болей. Ни за что на свете не болей. Продолжение следует...